Слава на то, что уже в течение, можно сказать, многих десятилетий у нас есть замечательный метод. Тонкий метод – это компьютерная томография высокого разрешения. И на первых порах вот то, что сейчас называется диффузными паранхематозными заболеваниями легких, это диагностировалось с огромным трудом. И вообще легочная диагностика в компьютерной томографии. Есть такое мнение, я его тоже придерживаюсь, это наитруднейшая вещь. Но все-таки в настоящий момент можно сказать, что семиотика как общая, так и частная диффузных паранхематозных заболеваний легких уже сложилась. И как бы можно было разделить основные симптомы, условно, на четыре группы, на самом деле, может быть, несколько больше, там добавочные, дополнительные тоже прослеживаются. Но это общеизвестные, это очаговые, это ретикулярные изменения, это паттерн повышения плотности легочной ткани. И вот то, о чем мы поговорим сегодня, это паттерн снижения плотности легочной ткани. Ну вот, собственно говоря, эту картинку знают все, она каноническая, наших американских коллег. Здесь показаны многие процессы, которые сопровождаются повышенной воздушностью легочной ткани. Процессы совершенно разнообразные. По локализации, по распространенности, по природе своей. Здесь еще не все перечислено, но как же с этим быть? Говоря о снижении плотности легочной ткани, на наш взгляд, нужно иметь в виду следующее. А что это такое с точки зрения распространенности? Вот какое оно, большое, маленькое, какое? Вот фокальные, локализованные изменения или кистоподобные, нам вот этот термин больше нравится, чем кистозные. В англоязычном варианте это, вы знаете, cystic airspaces. И, в общем, сразу возникает некая путаница. Вот воздухосодержащие кистоподобные, вот русский язык богат и невероятно разнообразен, позволяет нам как-то вывернуться из этого положения. Ну и распространенные, негомогенные, опять-таки термин негомогенный из англоязычной литературы. Вот сначала их рассмотрим. Ну, прежде всего, это группа обструкции дыхательных путей, это болезни малых бронхов, наличие воздушных ловушек, которые хорошо очень можно определить на выдохе при экспираторных сканах. И, собственно говоря, это и симптом мозаичности, мозаичной перфузии, потому что здесь тоже есть изменение кровотока в зонах гиперинфляции. Перфузия снижается, и кровоток перераспределяется в соседнюю ткань легкого. Вторая группа – это снижение плотности, обусловленное нарушением перфузии. Ну, классический пример – это хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Здесь помогают, естественно, контрастные методики. Перфузия отсутствует, а вентиляция сохранена. Тоже можно, в общем-то, разобраться. Панлобулярная эмфизема, снижение, обширное снижение поглощения излучения, повышение воздушности, отсутствие стенок – тоже, в общем-то, это всем знакомо. Итак, вот переходим к теме, непосредственной теме нашего сегодняшнего сообщения, к фокальным локализованным изменениям. Ну вот основной список патологий, которые мы здесь рассматриваем. Это другие виды эмфиземы, это соты, сотовая легкая, это бронхоэктазы, возможно, это очаги с распадом, кистозные метастазы и кисты. Что касается эмфиземы, ну эмфизема – это необратимое патологическое расширение воздушных пространств, дистальнее терминальной бронхио, это известно всем. Делится на, скажем, парасептальную эмфизему, периферические отделы, такая вот легонькая стеночка, прослеживающаяся с элементами фиброза, да, уже названную панлобулярной эмфиземой. Вот нам интереснее было бы поговорить о центре лобулярной эмфиземы в силу того, что она более походит на кистозные процессы. Воздухосодержащие зоны в этом случае соответствуют легочной дольке, в классическом варианте отсутствуют стенки, задействуются верхние отделы легких, есть некая гнездность, некая сосредоточенность вот этих зон, что отличает центр лобулярной эмфиземы. В некоторых случаях, вот как в данном случае, там где стрелочка обозначена, есть дольковая артерия, она может располагаться или по периферии, или даже в центре, вот как в данном случае. Соты, ну мы прослушали блестящую лекцию относительно сотового легкого, но я напомню только, что все-таки при сотах более толстая, хорошо различимая стенка, где-то около трех миллиметров. Субплевральная локализация, для нас это очень важно, все-таки многорядное расположение, хотя соты, Игорь Евгеньевич это блестяще показал, могут начинаться и с одного ряда, и как тогда быть. Но в принципе сотовое легкое, это индикатор фиброзного процесса, на это надо обращать внимание. Далее, бронхоэктазы. Бронхоэктазы, расширяются бронхи, причины хроническое воспаление, обструкция, врожденные аномалии, фиброзные процессы. Всем хорошо известно, что бывают бронхоэктазы цилиндрические, бывают варикозные, мешочатые, они же мешочатые, бывают кистозные. Вот этот вариант для нас более интересен, но условно говоря, это вот третья картинка слева направо. А также тракционные бронхоэктазы, несколько, так сказать, отдельно. Масса симптомов всяких придумана, тут и трамвайные рельсы, и симптом персня, симптом четок или бус. Все это достаточно красиво, но кистозные бронхоэктазы иногда располагаются гнездно, как грозья винограда. Это тоже своеобразный дифференциально-диагностический тест. Относительно тракционных бронхоэктазов, они всегда, это вот четвертая картиночка, которая совсем справа, тракционные бронхоэктазы всегда связаны с процессами фиброзообразования. Это всегда нарушение архитектоники, архитектуры легочной ткани. Это сегментарные, субсегментарные бронхи, может быть, периферические бронхи. Кстати, бронхоэктазы тракционные действительно могут входить в картину сотового легкого. Здесь нет никаких противоречий на самом деле. Ну и следует помнить, что это процесс сухой, при тракционных бронхоэктазах, в отличие от трех предыдущих видов, которые я уже назвал, мокроты не бывает. Мокроты не бывает. В целом бронхоэктазы привязаны к анатомии легочного дерева. Здесь нужны, конечно, реформации мультипланарные. И еще рядышком всегда идет сосуд. Это нам поможет для того, чтобы проводить дифференциальную диагностику. Очаги с распадом. Ну принципиально развалиться может любой очаг. Тут разнообразие патологий. Это и ревматоидный артрит, всякие септические процессы, включая туберкулез. Гранулематоз вегенера, метастазы с распадом. Тот же лонгергансоклеточный гистиоцитоз начинается с очагов, потом очаги разваливаются. Вот что отличает очаг от распада, ну от той же самой кисты. Ну более толстая стенка, неравномерность толщины стенки и нечеткость внутренних очертаний. Еще кроме того, не все очаги распадаются. И нужно посмотреть, нет ли где-нибудь рядышком очага, который подскажет, что это за процесс, какова его природа. Теперь вот кисты. Сразу оговорюсь, что о кистах мы говорим с точки зрения рентгенологической, не с точки зрения морфолога. С точки зрения морфолога это немножечко другое. Нас интересует вид, как это выглядит рентгенологически, как это выглядит на компьютерных томограммах. Так вот, термином киста описывается достаточно четко очерченное ограниченное образование округлой формы с тонкими стенками, достаточно равномерными стенками. Вот 2-3 мм, свыше 3 мм, это уже как бы в кисту не вписывается. Киста может содержать газ, что чаще, может быть жидкость, могут быть даже элементы солидного и полусолидного компонента. Диаметр от 1 см, как правило, и больше. Ну вот, выстилки там всякие бывают, и эпителиальные, и фиброзные, могут быть какие-то специфические клетки, предположим, клетки ЛАМ. Когда мы говорим о кистах, мы прежде всего имеем в виду лангергансоклеточный гистиоцитоз, лимфангиолеомиоматоз и лимфоцитарную интерстициальную пневмонию. Но кроме этого, в принципе, вот так же, как киста, могут выглядеть совершенно и другие процессы. При дисковомотивном интерстициальной пневмонии рентгенологически может быть киста, экзогенный аллергический альвеолит, под острое течение, сегодня об этом упоминалось, болезнь Берта, Хоба-Дюбе, метастазы, как же так, спросите вы, вот, ну, метастазы и киста, это немножко разное, это по виду, именно рентгенологическому виду, для нас это будет очень важно. Вот, ну, даже баротравма приводит к образованию кист. Ну, вот, из всего того, что я перечислил, конечно, имеет смысл перейти к частной семиотике, вот, лангерганса, клеточный гистиоцитоз. Редкое заболевание орфанное, характеризующееся инфильтрацией паренхима специфическими дендритными клетками, которые мы называем клетками лангерганса. Они ответственны за первоначальный иммунный ответ. Что важно? Рассматривать рентгенологическую симптоматику вне клиники ни в коем случае нельзя. Сегодня неоднократно с этой трибуны это звучало, и вот важным клиническим аспектом является то, что заболевают лица молодого возраста и преобладают курящие мужчины. Процесс начинается всегда с очагов. Это для нас очень важно, если есть архив, если больной приходит с какими-то предыдущими исследованиями. Процесс стартует на уровне респираторных бронхил и распространяется как проксимально, так и дистально. В силу этого очаги при гистеоцитозе не совсем округлые. Они имеют или овальную, или сложную, неправильную форму. Это в дальнейшем поможет в дифференциальной диагностике. Очень быстро наступает процесс абструкции. Поэтому даже на начальных этапах, вот где-нибудь, не знаю, насколько видно, расширенные бронхилы и все то, что дистальные терминальные бронхилы, начинают расширяться уже на стадии очагов. И еще один момент. Если вы обратите внимание на периферию, на нижние отделы, на диафрагмальные углы, то они в меньшей степени задействованы в патологический процесс. Что бывает с очагами при гистеоцитозе? Очаги распадаются. В какие сроки, не знает никто, потому что так же, как и у всех, так сказать, вот этих состояний диффузных паранхилматозных процессов, четко, самое вот слабое место у нас при наблюдении этих больных – это динамика. Вот здесь показана динамика очага за три месяца. Вот очагжок был, и вот через три месяца очагжок вот такой стал. То есть место очага мы видим полость. Значит, соответственно, полости при гистеоцитозе, кистовидное образование, кисты могут происходить двумя путями. Либо это обструкция воздухоносных путей, либо это распад очагов. Как, например, здесь. Большая часть очагов перешла в полости. Полости увеличиваются. Полости имеют специфику. Они такой своеобразной неправильной формы, свойственной только гистеоцитозу. И нижние отделы, ну, если не свободны, то, по крайней мере, минимизировано наличие, так сказать, очагов. Что еще важно. Вот толстостенные и тонкостенные кисты. Большого клинического значения не имеют. На диагноз тоже не влияют. Вот самое главное – это причудливая форма и реберно-диафрагмальные углы. Насколько они вовлекаются в процесс. Размеры обычно не превышают 10 мм, хотя в поздних стадиях могут достигать 5 см и более. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, классическая картина перераспределения. Реберно-диафрагмальные углы минимально больше в верхних отделах. И какие-то очаги остаются длительное время. Вероятнее всего, там наступают фиброзные какие-то изменения. Мы это наблюдали неоднократно. А вот эта визитная карточка гистеоцитоза. Вот такая полость в правом легком. Своеобразная. Которая, ну, собственно говоря, ставит точку в конце диагностического процесса. Диагноз здесь ясен. Вот немножко сложнее с поздней стадией заболевания. При подключении фиброзных процессов, фиброзно-булезной трансформации, возникает необходимость дифференцировать лангергансоклеточный гистеоцитоз с булезной эмфиземой. Вот как в данном случае. Следующее заболевание – это лимфангиолеомиоматоз. Редкое заболевание, характеризующееся инфильтрацией клетками лам, незрелыми клетками гладкомышечной ткани, фиброзных пространств легких, стенок лимфатических и кровеносных сосудов. Причем различают спородическую форму лам и лам в сочетании с комплексом плуберозного склероза. Для нас большее значение имеет, конечно, спородическая форма лам. Важно, заболевание – это гормонозависимое, вследствие того, что на поверхности лам клеток имеются прогастероновые и эстрогеновые рецепторы. Отсюда заболевающие лам – это женщины. Женщины чаще всего молодого возраста, хотя во многих работах показано, что лам стареет, и уже средний возраст пациенток в 21 веке перевалил за 45 лет. Ну и пролиферация лам клеток имеет место в основном в легких и лимфатической системе, что, собственно говоря, определяет симптоматику. Морфологически. Гладкомышечные волокна, интерстициальная инфильтрация лам клетками – первый гистологический препарат, затем формирование кистозного легкого и деструктивное изменение стенок кровеносных и лимфатических сосудов. Отсюда и то, что мы будем видеть, в конце концов, рентгенологически. Признаки лам – это наличие множественных тонкостенных полостей. Полости обычно не сливаются друг с другом, по крайней мере, когда речь идет о начале и каких-то средних этапах развития заболевания. Форма полостей, как правило, округлая. Округлые полости, везде это написано, окружены неизмененные паренхимы. А вот здесь паренхима будет изменена? Конечно, да. Хотя бы из-за перераспределения кровотока. Все зависит от распространенности процесса. Классическое распределение абсолютно равномерное. Здесь, в отличие от гистиоцитоза, нет превалирования расположения патологических изменений в верхних отделах. Они, видите, равномерно распределены по всей толще легочной ткани. Размеры кист. Со временем, кстати, кисты, характерные для лам, вообще увеличиваются. Даже есть работы в Санкт-Петербурге. Было такое исследование, что лучше течет лам, благоприятнее при большем размере кист. Более крупные кисты относительно благоприятно текут. Ну, наверное. Но все зависит от того еще, сколько пациентка болеет. И немножечко по-разному течет это серьезное заболевание. Вот на поздних стадиях все-таки кисты сливаются, образуя вот такие вот субплевральные пузыри, которые лопаются, булы. Ну и на выходе пневмоторакс. И, в общем, практически фатальные изменения. Вот вы видите наступивший пневмоторакс. Картиночка справа. Следует помнить, что если вы ставите диагноз лам или у вас есть сомнения, обязательно нужно исследовать брюшную полость и брюшинное пространство. На предмет наличия доброкачественных новообразований, которые свойственны лимфангию леомиоматозу. Это ангиолипомы, лимфангиолипомы, лимфангиоденопатия. Это тоже признак весьма характерный для этого заболевания. Ну, а также еще и хелезные плевриты. Ну, вот туберозный склероз. Это все связано, сцеплено. ТСС-ген. Такое вот аутосомно-доминантное заболевание, редкое, которое характеризуется не только наличием кист, которые, кстати, всегда сопровождаются очагами, как в данном случае, но также и другими проявлениями, скажем, кожными проявлениями, семейным анамнезом, вот ангиофибромы на лице, да, очень часто опухолями печени, почек, сердца, сопутствующими новообразованиями головного мозга, туберозный склероз. Следующее заболевание – это лимфоцитарная интерстициальная пневмония, которая чаще, в общем-то, существует как синдромальное проявление при синдроме Шегрена, аутоиммунном тиреидите, спиде. Реже это редкий, в общем-то, вариант, признанный вариант идиопатических интерстициальных пневмоний. В целом, это заболевание характеризуется инфильтрацией ткани, межуточной ткани легких, лимфоцитами и плазматическими клетками. Вот как это выглядит морфологически. Ну и что касается симптоматики компьютерной томографии высокого разрешения, то кисты – это не самый частый признак лимфоцитарной интерстициальной пневмонии. До 2-3 случаев встречаемость этого признака. Обязательным считаются двусторонние зоны матового стекла, очаговое поражение, а также в той или иной степени выраженности ретикулярный компонент. Что характерно, кисты не так многочисленны, расположены в толще легочной ткани и как будто специально нарисованы остро отточенным карандашом. Кроме того, они всегда окружены какими-либо зонами матового стекла по протяженности, на фоне которых прослеживаются измененные легочные интерстиции. Если кисты расположены дистально, это не противоречит диагнозу лимфоцитарной интерстициальной пневмонии. Они не могут все быть расположены дистальными. Но вид кист может вас натолкнуть на правильный диагноз. Вместе с тем, для лимфоцитарной интерстициальной пневмонии характерна локализация в нижних отделах. Вот здесь возникают сложности дифференциальной диагностики с сотовым легким. Если вы обратите внимание, то вот здесь вы видите вот такие типичные проявления, которые следовало бы дифференцировать рассуждая так, как рассуждал Игорь Евгеньевич на аналогичных примерах, если бы не было таких огромных кистовидных образований. Это верифицированные собственные наблюдения лимфоцитарной интерстициальной пневмонии. Ну, лимфоаденопатия может тоже нас привести к правильному диагнозу. Вот есть такой синдром, такое заболевание, аутосомно-доминантное, тоже с семейным анамнезом. Это синдром Бёрта-Хоба-Дюбе. Вот здесь чаще у мужчин очень часто зачитается с раком почки и раком толстой кишки. Что характерно для кист при синдроме Бёрта? Кисты немногочисленные, практически никогда не увеличиваются в размерах при динамическом наблюдении. Но в целом встречается это заболевание крайне редко, ну, еще потому, что, наверное, еще медицинская общественность имеет недостаточно знания относительно этой патологии. Вот кистозные метастазы. Мы их тоже рассматриваем в контексте кист. Вот здесь есть некоторая натяжка, я уже оговаривался на эту тему. Но опухоли малого таза, такие как леомиусаркомы, предположим, хорионкарциномы, метастазируют сразу с образованием кист. Это не инфильтрат, который подвергся распаду, а есть прямо вот киста. Ну, что здесь поможет, это, ну, конечно, дополнительные знания о наличии новообразования у пациентов. Ну, и здесь будут те же самые муки на тему дифференциального диагноза, как всегда при онкологической патологии. Экзогенный аллергический альвеолит. Подострое течение, возможно, кисты. Вот истинная киста, ну, то есть неистинная, может быть, истинная, может быть, и нет. Истинная, я напомню, считается та киста, где есть эпителиальная выстилка, мы сейчас об этом не говорим. Но при экзогенном аллергическом альвеолите немногочисленные кисты могут быть. Ну, и подытоживая, как нам поступать вот с точки зрения рентгенологической симптоматики, если мы сталкиваемся со снижением плотности легочной ткани. Еще раз, да, следует разделить эти изменения на кистоподобные и нераспространенные, некистозные изменения. При диффузном распределении, наверное, может быть, мы подумаем о панлобулярном, панлобулярной эмфиземе, при локализованном изменении это могут быть как сосудистые, так и обструктивные изменения. Кистоподобные изменения удобнее разделить на две группы, если кисты локализуются в толще паранхимы и преимущественно имеют сублевральную локализацию. Многослойное расположение приведут наши рассуждения к сотам, сотовому легкому, однослойное расположение к парасептальной эмфиземе и булам. Если иметь в виду локализацию в толще паранхимы, стенки не видны, пятнистое распределение, размеры до 1 см, верхнедолевая локализация, центрилобулярная эмфизема. Стенки полостей определяются, если есть соответствие паранхиальному делению, тот же самый известный симптом перстня, то это могут быть кистозные бронхоэктазы. Множественные, симметричные, с тонкой стенкой полости скорее всего окажутся кистами. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. И вот мы еще не коснулись малочисленных рассеянных полостей, сопровождающихся симптомами воспаления. Это может соответствовать пневмотоцели при воспалительных заболеваниях, ну вот в частности пневмоцистной пневмонии. Но, конечно, нужно учитывать клинические аспекты, особенности, о которых я уже упоминал. Ну вот, собственно говоря, наверное, на этом разрешите закончить. Спасибо. Благодарю за внимание. Спасибо.